Всемирный день охраны труда это еще один прекрасный повод привлечь внимание общества к различным актуальным вопросам, связанными с охраной труда. Тем более, что специфика горной отрасли требует особого отношения к вопросам промышленной безопасности на предприятиях. Основная цена заключается в том, что мы еще раз хотим напомнить работникам, что есть правила, что их необходимо соблюдать. То, что правила написаны не только для них, но и в том числе для коллег, для того, чтобы они не травмировались. И в заключении хотелось сказать, что мы напоминаем о том, что охрана труда может быть не только на производстве, но и в быту. Поэтому, соблюдая правила, мы соблюдаем и становимся быть переверженным, в том числе и дома, и на работе. Компании СОЯ к вопросам охраны труда уделяется пристальное внимание. Недряются новые формы мотивации работников к соблюдению правил промышленной безопасности, в том числе золотые правила безопасности. И здесь очень многое зависит от того, насколько ответственно выполняют свои обязанности специалисты по охране труда. Насколько системно выстроена работа по соблюдению правил безопасности, непосредственно на производственных участках и в цехах предприятий. Эти критерии стали основными при определении победителей на звание лучший специалист по охране труда акционерного общества СОЯ Кузбасс за 2021 год. Первое место заслуженно отдано Ольге Чаплыгиной, специалисту шахту управления имени Рубана. Серебряным призером стала специалист производственно-транспортного управления Марина Ларионова и бронзовым Олеся Куксова, специалист по охране труда обогатительной фабрики, которая отметила, что на предприятии ведется большая и постоянная работа в этом направлении. У нас ежесменно люди получают наряд. В нарядных у нас размещена информация. Помимо информации, начальник участка, начальник производства доносит до всех сотрудников необходимую на данную смену информацию, необходимую ежесменно, ежемесячно, ежегодно. Все, что необходимо знать работникам, это доносится постоянно, непрерывно. И плюс имеется агитация в виде листовок, в виде плакатов, в виде буклетов, для того, чтобы работники могли не просто это почитать, а взять с собой, воспользоваться и в течение рабочей смены даже открыть и вспомнить. На церемонии также состоялось награждение победителей в номинации «Лучший участок по охране труда» по результатам недели безопасности. Сертификаты на денежные премии вручены представителям коллективов участков и цехов 15 предприятий компании «Соя Кузбасс». Специальным призом в виде комплекта средств индивидуальной защиты, включая шахтерскую каску и перчатки, награжден победитель номинации «Лучший афоризм» на тему безопасного производства и охраны труда. По условиям конкурса на странице «Соя Кузбасс» в соцсети ВКонтакте, всем желающим можно было опубликовать высказывания собственного сочинения, а также уже соответствующие афоризмы и слоганы. Победителем стал руководитель Ленинско-Днецкого мотоклуба «Железные всадники» Максим Харитохин.